Значит, водолеи, как таковые, это вдохновители, это те, кто определяют будущее нашей Земли. Соответственно, мы сейчас в какую эру входим? В эру водолея, дорогие друзья. И именно от ваших идей будет зависеть то, как будете развиваться вы, общество наше и вообще все человечество. Давайте рассмотрим сейчас темную сторону водолеев. Первое – это пассивность, покорность в судьбе, неуверенность в себе, раздражительность, склонность к вспышкам гнева, претензии на исключительность, склонны к необдуманным, нелепым поступкам, подвержены неким иллюзиям. Дальше, к темной стороне водолея также относятся обидчивость, болезненная чувствительность, подвержены влиянием извне, склонность менять свои принципы и свои, соответственно, некие законы, которые для себя имеете с самого детства. Дальше, это эгоизм, чувство собственной слабости, беспомощности, эмоциональная холодность, противопоставление себя обществу, пустая мечтательность. Это темные стороны водолея. Теперь же мы разберем кармические задачи у водолея. Первое – это доносить свои идеи до других людей на понятном им языке. То есть, как правило, у водолеев очень хорошо развита творческая энергия. Это прекрасные художники, люди, которые создают какие-то произведения искусства. Но выходит так, что простым языком до людей донести, в чем фишка этого искусства, не всегда получается. Поэтому, первое – мы доносим свои идеи до других людей на понятном им языке. Второе – преодолеваем высокомерие, работаем со своей гордыней. Третье – учимся практическим действиям. То есть, не только на духовном уровне сидеть, размышлять и мечтать, но и на физике мы действуем. Действуем активно, совершаем те самые действия, которые нас приводят к цели. Преодолеваем нашу мечтательность, наводим порядок в своей жизни, избавляемся от склонности к анархии и хаосу и пишем себе четкий план и смысл в жизни. Вопросы, которые водолеи должны задавать себе. Первое – что меня вдохновляет, что мне приносит радость, что мне приносит удовольствие, как я еще лучше могу понять себя, что мне нужно для того, чтобы уметь доносить свои идеи для других и каким я вижу себя через 5-10 лет. Вот эти вот вопросы, они очень здорово систематизируют для дорогих водолеев, в принципе, всю вашу жизнь. Но главное – отвечать на них конкретно, честно и записывать все то, что вы чувствуете и как вы лично видите, не подвергаясь взглядам или суждениям со стороны. Светлая сторона водолеев – это глубина и тонкость чувств, свободолюбие, независимость мышления, дружелюбные, миролюбивые, спокойные, оптимистичные, жизнелюбивые и присутствует некий альтруизм, то есть готовые всем постоянно помогать. Также к светлой стороне водолеев относятся искренность, верность, преданность, открытость навстречу всего новому, передовому, прогрессивному, общительность, остроумие, постоянная внутренняя работа над собой, борец за справедливость и идеалы добра. Высшее предназначение у водолея – это определение перспектив развития человечества, адаптация тонкоматериальных идей для восприятия людьми. То есть в чем фишка? Вы прекрасные ченнеллеры, вы можете с тонкого плана снимать идеи, некие творческие, и реализовывать их, особенно сейчас. Когда вы наладите связь со своим духовным «я», то есть самым высшим «я», когда вы начнете получать эту информацию в виде мыслеформ или картинок, или просто яснознания, тогда ваши шедевры действительно станут своевременными и будут удовлетворять все наше общество, при этом они будут выражаться на понятном языке. Дальше.